Вопрос, как в первую очередь социологу. Вот градус напряжения в обществе в связи с тем, что происходит, каков этот градус? К сожалению, нужно сказать, что уровень или градус тревожности в преднестровском обществе очень высокий. И это понятно почему. С одной стороны, накопилась усталость от пандемии. Плюс, конечно, уже год военных действий на Украине. Это с одной стороны. С другой стороны, все четко понимают, что Приднестровье не выпало никуда спустя 30 лет из Молдо-Приднестровского конфликта. Этот конфликт заморожен, он не разрешен, и это есть. И все понимают, что вот эта внешняя угроза, она является неким катализатором событий. И мы наблюдаем эти события, мы видим блокады, мы видим задержанные грузовики с продовольствием, с медикаментами. Мы видим действия Молдовы, которые, ну, не иначе как провокаторскими тоже назвать нельзя. Это когда принимается закон о сепаратизме, когда ведутся разговоры в очередной раз о выводе российских войск и так далее, и так далее. Конечно, добавило нам остроты переживаний эти теракты. Это было страшно в апреле, тогда, вы помните, были праздники, да, и вот в этот период пасхальных праздников для нас все-таки, как для людей с такой православной ментальностью, будем говорить, для нас оно как бы такое святое время. И вдруг теракт, а когда сейчас нам показывают, что следили за машинами, что стояла машина, заполненная взрывчаткой, там нам переводят, я сейчас говорю, и у меня мурашки, потому что для нас это жутко и страшно. Вообще, конечно, люди очень отмечают такую спокойную, взвешенную позицию руководства. И МИД, и президент, видно, что они не занимаются какими-то заявлениями громкими, какими-то провокациями. Они спокойно, разумно движутся и в диалоге с Молдовой, и в диалоге с народом. Российские миротворцы – это самое главное, это самый главный фактор. И, в общем, Приднестровье говорит о готовности всегда мирным путем решать любые вопросы. Для этого, кстати говоря, ведутся переговоры, в том числе и по линии миссии ОБСЕ. Вот приезжала глава миссии ОБСЕ в Молдове Кейли Кайдерлинг, и она прямым текстом, это для тех, там есть категория населения, которые по поводу терактов шутили, угрозы терактов шутили, не верили и так далее. Вот глава миссии ОБСЕ в Молдове говорит спасибо нашим властям за то, что ее спасли 14 февраля, когда СБУ готовила этот безумный теракт против миссии ОБСЕ. В том числе против самой американки Кайдерлинг, главы миссии ОБСЕ, которая всегда выступает за мир. Помните, Первая мировая война началась, потому что убили этого кран-принца сербского. И там же ведь тоже, там было убийство, там студент-фанатик, вот он его убил. Понятно, что причины были другие, но спусковым вот этим моментом, да, послушай, и здесь это мы были на самом деле на грани очень серьезной катастрофы, потому что действительно погибли бы люди и незамедлительно бы последовали реакции всех стран. Погибает, если не дай бог, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии, вот Кейли Кайдерлинг и другие представители ОБСЕ, около 20 иностранцев. Политические заявления это были бы прямые обвинения Приднестровья и, конечно, российских миротворцев, а дальше, ну, уже страшно даже предположить, сохранить мир, безусловная задача. Сейчас многие люди, когда кому-то желают чего-то в связи с какими-то личными праздниками или вообще с какими-то праздниками, все говорят, здоровье и мир. Каких-то 30-40 лет назад это было, знаете, как речевка, как присказка, незначимо, а сейчас значимость появилась. Знаете, что я могу сказать как социолог? У приднестровцев очень сильно повышается солидарность, то есть внутри общества. Люди становятся немножко терпимее друг к другу, они более, мне кажется, охотно идут на какую-то помощь. Я вот посмотрела, как вот даже у меня на работе, среди друзей, как мы обсуждали вот эту трагедию в Турции. Ведь только вздуматься, 50 тысяч людей погибли в один момент. Это же страшная цифра. И многие наши люди очень сопереживали, хотя мы сами находимся в сложной ситуации. И все говорили, господи, да у нас еще все нормально, у нас еще все хорошо, у нас мирно, нас не трясет, и мы здоровы. Поэтому действительно хочется пожелать приднестровьям мира, здоровья и благополучия.